сегодня в программе правду 24 мы беседуем о спектакле спектакль называется башни смерти это история двух королев двух великих женщин обеседовать мы будем с двумя королями с двумя великими мужчинами арменом джерихаиан юрию клепиковым добрый вечер здравствуйте значит спектакль называется башня смерти при этом объясните мне такую вещь мне казалось что пьеса на самом деле о конфликте елизаветы и марии двух королевах на афише спектакля здесь я вижу только елизавету у вас как-то акценты сместились юрий вы как режиссер что это две разные равные фигуры так мне тоже так казалось почему там да вы спрашиваете почему вот почему вот здесь вот как бы мы не видим я думаю в такой проблеме как афиша так это не решающая позиция поэтому мы зовем на этот спектакль в надежде что вы еще чуть чуть больше поймете чем афишу то есть вы так дипломатично ушли обязательно нет почему потому что мне кажется что раз театр вашего имени если театр джигарханян джигарханян должен отвечать за все включая афишу отвечаю вам говорю конечно например очень важная проблема вот мы повесили афишу мы же с вами не знаем насколько близко далеко если есть афиша которой вот все видно а есть политика которые знают люди театра надо подойти что нас позвал этот это афиша позвал и я думаю а что это не где я подошел и уже прочитал и ват королева пожалуйста здрасте приходить потому что мы в театр так приходим в надежде в том что мы узнаем про что это что если вы мне все дадите и расскажите то так нет смысла более того я вам приведу пример ничего что я начал потому что я все-таки старше тебя были был случай в нашей жизни когда замечательный художник с которым мы дружили и я хотел ему помочь и давайте выставку сделаем фойе театра фойе вот зритель придет и и один умный человек знающий театр сказал ни в коем случае мы пришли смотреть спектакль они ваши картины тогда давайте отдельно пойдем смотреть картины значит весь есть такие какие-то правила законы не знаю не знаю как это назвать но это так юрьева для меня это скорее всего не объяснение спектакля название в афише это такая первая интонация и энергия историю которую будет смотреть реки откуда взялась вот на башне смерти потому что пьеса в оригинале называется и ват и ват королева вот башни смерти это чья это ощущение театра название театра то есть я вам скажу да да в молодости я видел одно из потрясающих американских картин именно про мариев стюарт и елизавета картина называлась башня смерти вот это во мне осталось это я вам рассказываю лет 40 50 лет тому назад значит вот это и когда мы вернулись к этой пьесе то есть у меня первое что при вернулась вот эта память башня смерти да если мы с вами займемся этим вы мне скажете а где там кого убивает смерть этого нет если мы буквально все это поймем мы никогда не поймем про что нас важно зазвать сюда мне кажется вам очень важно запутать потому что когда нету четкого представления о чем спектакль о чем фильм зритель начинает сам многое додумывать и находит может быть те смыслы которые не не были это плохой театр это очень плохой театр который хочет за что им деньги платят за эти да нет нет это да есть проблема есть проблема загадки мы с вами давно уже знаем что основа любого искусства это загадка мы должны отгадать эту историю но если мы очень запутаем то на мой вкус это плохой театр юрий скажите вот вам как режиссеру правильно я понимаю что достаточно сложно работать имея вот такого харизматичного худрука который имеет представление обо всем что должно происходить в том числе и на сцене театра или нет или вы в свободном такому что вы понимаете под словом сложно влияние что все-таки режиссер как мне кажется режиссер да это человек который хозяин вот человек человек который вот он он ставит как хочет а и не думает о том что его кто-то будет корректировать сразу скажу скажите сразу я чувствую себя вот так как чувствую я чувствую себя очень свободно я могу свободно сочинять я могу свободно общаться с арман борисчем на ту или иную тему на тот или иной спектакль у меня нет ограничений это правда понятно у нас есть традиция в передаче давайте сюда будем и желаю да мы так такое животное без ограничения как это баня мальчик да вот это это ваня мы его пристроим коммунити зрителей вот они приютские у нас коты вот если вы не возражаете у нас я обожаю кошек я знаю боже я жаль у вас же есть да был как был великий великий мой кот а что значит был он умер давно он прожил у меня 30 лет что бывает редко да он был с ямец с ямец даже они столько не живут возьмите ваню там так же как и среди людей самое важное что тебя любят тогда будут долго жить если это твой реквизит я я вас не имею ввиду не знать если это твой реквизит чтобы показать гостям это тогда это все мы отдаем отдаем гостям мы не просто показываем их отдаем взял ты там есть телефон по которому можно прозвонить с удовольствием но мне не могу за ним ухаживать на что я утром прихожу вечером возвращаюсь надо взять с собой в театр юрий а у вас есть домашние животные собаки собаки да какие чуть-чуть сейчас нет а у моих двух дочерей был пудель такой средний малый пудель иди сюда иди сюда и младшей дочери даре был хэм собака коккер спаниель он куда к вам хочет вот он иди сюда он понимает чекраси нет они же кошки ходят сами по себе куда-нибудь он забьется заново чего не найдем нам надо чтобы он был в кадре правильно главное чтобы был в кадре и на сцене очень хорошо скажите вы являетесь все-таки главным зрителям в театре то есть под вас ведь наверно коллектив не входит нет это это какой-то вы рассказываете какой-то лагерное мышление потому что театр джигарханян я понимаю что официально называется театр под руководством армена джигарханяна наоборот как его называют наоборот театр 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 наоборот там надо услышать какая идет информация насколько мы ходим специально у нас включен этот самый трансляция мы слушаем как это вот вчера раз это не принимали эту сцену эту реплику так что там нельзя если я буду называться тогда сам себе играй более того это очень это гораздо сложнее чем супружества правда потому что это там иногда мы не нравимся друг другу но нужны потому что у нас вот такого артиста нет или такой артистки нет и она наиболее точно проявит то что юра хочет сделать и так мы же не клонируем реакция армада борисовича это не дай бог это будет просто пакетология вот а вы даже допустим когда брали за башню смерти для вас исход исходный материал был главная пьеса или вы просмотрели там все экранизации нет 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 почему сама бесса а ну а вы не боитесь допустим что в какой-то ход или какое-то решение режиссерской уже было сделано и просмотрит что юра там это все откуда-то позаимствовали достаточно какие-то какую-то элементарную информацию я конечно владею чтобы не заниматься повтори повтором но я думаю что процесс проникновения вот наиболее наиболее верный способ прийти к первичному ощущению пьесы то как я ее сегодня ощущаю как актеры и и здесь разные вещи первичное ощущение пьесы и как вы ее ощущаете сейчас это не обязательно одно и тоже почему мы же сегодня эту пьесу реальные люди ощущаем я же не могу знать как вы ее ощущаете я бы вам сказал как другу да слово не боитесь в театре если есть надо уходить из театра а вы не боитесь я каждую минуту выходя на сцену репетирую я боюсь а все таки да так это же и есть жизнь хорошо если давайте а вот украдем у этого эту это ерунда это не дай бог не дай бог не дай бог ну что все эмоции в жизни уже прошли шекспир все уже сыграл вот что допустим допустим с башни смерти я какой-то условный ответ на условный вопрос получил очень много вписали в прессе о другой установки вас по максиму горького при этом я насколько понимаю вы ведь достаточно подходите к решению режиссерскому то есть вы традиционалист да то есть вы никогда вот вы не любите то что называется актуализации допустим чтобы масса допустим была поставлена там в интерьерах ну не знаю современной москвы вы ведь а я не с этого начинаю не с этого начинаю работать с пьесой мне не очень интересны фокусы если вы говорите о них фокусы мода которая существует в театре сейчас есть мода на фокусы вода на фокусы и мода на модный театр да можно ведь сенсации строить на том чтобы всех вывести на сцену голыми вопрос зачем я когда начинаю слышать пьесу я начинаю ее понимать для меня и вас это фантасмагория да здесь так собственно и написано если вы спросите как я к этой пьесе пришел через маркеса 100 лет одиночества на вот видите какие это театр и вот это да 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 театр это так а не то что вот где написал рецензент нет-нет у сула да что вы говорите да не очень неожиданно вот оттуда я пришел к этой пьесе а не то что я хотел специально поставить эту пьесу потому что это горький потому что это вас а вот через маркеса я понял что там меня волнует очень серьезная проблема генетическая жестокость которая заложена в нас и в самой который заложен в женщинах все таки если мы говорим нас женщина рожает она передает это заложено в нас особенно в такой очень сконцентрированной модели как семья но вы сами кстати допустим считаете что женщины более жестокие существа чем мужчины более сильные женщины более сильно неожиданно поясните свой тезис по энергии по способности отравить мужа если это необходимо для себя и я ее понимаю ей надо семью спасти детей дело внука а вы когда вот кадровые решения принимаете в театре ну допустим на с актерами там понятно потому что там есть амплуа бла-бла-бла а вот допустим там художников вы берете в театр вы задумываетесь женщины это ли мужчина или он важен как профессионал или все-таки для вас как там ну для армянина очень важно чтобы там был какой-то такой вот элемент женской привлекательности вот там вы хорошо сказали бла-бла-бла вот это самое трудное потому что это я расскажу потому что тоже читал книжки газеты читал то есть найду вам слова ответить там нет слов там нет из области запахов ощущения и никогда мы с вами не договоримся до ответа если мы решим уже тогда лучше не ставить знаете один очень умный сказал что зачем вы это писано писано возьмите почитайте а вы на голоса это ерунда это мы хотим с вами рассказать юра хочет я хочу потому что что такое вот вас что такое русская женщина нескончаемый проблем хорошо а в башне смерти где елизавета и мария там тоже русская женщина у нас русской женщины ли это конечно но при этом играют русские женщины там есть одна замечательная мысль у болта которая я думаю по масштабу не хуже явление власть женщины над мужчинами явление чудовищное противоестественное вот если грубо вот про это вот про это но не бояться это истина истина потому что для нас самое трудное добраться до истины потому что мы обязательно ловко под подтасуем факты а ведь и он же а это истина то что говорит болт это истина и мы это все знаем и вы знаете я знаю но боимся в этом признаться особенно если искусство скажите со зрителями понятно там как бы зритель он голосует ну ногами до нравится ему не нравится это вы можете по там бухгалтерии понятия из вас дела хорошо идут значит в общем успех есть зрительский а успех среди коллег по цеху среди критиков вас волнует то есть насколько вы вообще отслеживаете то что пишут о вашем театре о ваших постановках и насколько для вас это имеет значение знаете я уже договорился что буду груб да но пока что то не замечаем а значит вы не чувствуете мы с будем прибавлять я думаю что театр достаточно сложный придуманный организм все что мы сейчас употребляем провокация шмаракация пуракат это все есть но абсолютно важное абсолютно важно это суть я вам приведу высказывание одного очень великого человека потом скажу фамилию но отдельно тайна искусство нам дано чтоб не умереть от истины красиво некрасиво гениально гениально и даже страшно потому что мы тогда все выдумываем мы с вами значит мы во имя того чтобы обмануть себя вот что нам намекает этот человек о котором я потом скажу как его фамилию нет вы уже скажите сразу вам не скажу нет туда не скажу вы заинтриговали скажу скажу хорошо заплатите скажу на джигарханян сказал да нет если бы я такие вещи знал юрий ну вы знаете кто сказал так скажите тогда ну скажи вы вроде я не слышу скажу нет а почему нельзя произносить нет шутка у нас можно он гений гений абсолютно потому что я думаю вот это то что сказал никто у меня не посягаю на великих людей театра но так как он сказал думаю никто не сказал так точно мы ему надоели нет нет просто у нас же вы видите на же время до моему мы можем жить чему нам уже четко по и золото же четко марма какая вот и по формату нас кроме есть у нас традиция вот с котами а есть у нас традиции вот с игрой в правду до которые вы обратили внимание здесь очень просто здесь ваня спокойно ваня это не это не едят здесь фишки четырех цветов и есть карточки тоже четырех цветов на карточках написаны вопросы значит сперва юрий потом вы вытягиваете фишку выбираете карточку соответствующего цвета ваня все в порядке сейчас мы тебя оставим ты только не убегай я зачитываю вопрос вы отвечаете на этим и заканчиваем передачу ваня ты ждешь меня сиди мальчик сиди мальчик красивый мы из золота все понять баня нас покинул так юрий да ты как режиссер босс потом красную карточку любую красную карточку вы выбираете любую да вот вопрос такой занимались ли вы сексом вне дома где это я сразу чтобы дистанцироваться от этой игры это гоши куценко нас на эту игру подходил можете не отвечать я думаю что это область моей интимной жизни да давайте тогда давайте будет другую красную попробовать хотя красные они по моему все достаточно связали так как часто вы удаляете смс-переписки из телефона постоянно чтобы не отвлекаться и не засорять себя они для того чтобы кто-то их не не прочитал нет зачем это не красные вопросы вы кончились так у кончились мы красную фишку не добавляем я еще да теперь так желтым желтый это тоже в общем желтый же тоже секс позже про секс секса мания вы когда-нибудь говорили что сами модели слишком худые они очень ходят люди и они вам нравятся нет нет то есть нет это не это форма для меня могу увлечься но лучшее содержание буду груб ну то есть здесь же про другой вопрос не считаете ли вы что сейчас навязывается нет некий другой женский эталон красоты нет 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 когда навязывают когда навязывают это плохо это плохо потому что мы придем к тому что сказал товарищ ленин каждая кухарка может управлять государством и вот мы пришли к этому результату не каждый актер может руководить театром это мое мнение у моей гостей может быть другое мнение но я считаю что если у этого актера гениального актера армена джигарханян есть такие режиссеры как юрий умница абсолютно юрий умница и вы умница что это знаю мы все трое умницы потому что да дети рождаются от желания двух один не может хоть понятно здесь две стороны зрительская то же самое то же самое здесь абсолютно ну мы про детей про ваших поговорили уже я имею ввиду славу постановки а зрители оценят хорошо это или плохо я уверен что хорошо спасибо хотел спросить но а а